Линейные дефекты в монослоях дихолькогенита, структура происхождения свойства. Яняшин Андрей Николаевич, Институт химии твёрдого тела Екатеринбург. 20 минут. Я, конечно, тоже хочу выразить благодарность организаторам этой конференции выступать за трибуны в этом зале. Ну, значит, мой доклад приняли, несмотря на то, что здесь создалась, как я вижу, преимущественно углеродная мафия. Ну, я надеюсь, что, может быть, субтитр Маликдена тоже вас заинтересует. Ну, прежде всего, я тоже хочу выразить благодарность моим коллегам. Не стоит думать, что я в одиночку провёл всю эту работу. Фактически, она была инициирована экспериментаторами. Ну, чем интересен субфит Маликдена и другие холикогениды, свойства холикогениды, я решил удалить большую часть введения, потому что вчера мы все имели возможность насладиться докладом Горбачёва. Вот я оставил только один слайд, что интересного для нас, какова взаимосвязь между электронными свойствами субфит Маликдена и его какими-то структурными характеристиками. Ну, большой интерес вызывают транспортные свойства нанослоя субфит Маликдена, потому что это соединение является полупроводниковым с четкой выраженной и запрещенной щелью порядка одного электронвольта, даже больше. Но, правда, оно характеризуется более низкими значениями мобильности переносчиков заряда по сравнению с углеродным графеном. В частности, было показано, что проводимость, собственно, проводимость сульфида Маликдена, она ограничивается рассеянием на клебаниях решетки и составляет порядка 400 метров квадратных в секунду. Вот, и экспериментальные значения для проводимости оказалось, что они сильно зависят от происхождения образца. В частности, эксфолиированный гисофит Маликдена, нанесенный на подложку оксида кремния, он показал вдвое меньшее значение проводимости, которое, впрочем, может быть улучшено, если мы используем также напряжение на затворе. И, значит, значение проводимости для сульфида выращено непосредственно на подложке с помощью конденсации из газовой фазы, оно оказалось вообще на порядок, на два порядка ниже. Вот, в чем дело, значит, ну, возможно, несколько причин для такого нормально низкого значения проводимости. Ну, во-первых, у нас играет роль контакт между сульфидом и электродом, вот, также большую роль играет наличие примесей от атомов или атомов-допантов монослоя, но, как показывают также многочисленные работы, практически, ну, многие образцы, выращенные методом газового осаждения, они содержат большое количество структурных дефектов. Вот, и в моей презентации я хотел бы остановиться именно как раз на последней причине, причине возникновения вот структурных дефектов сульфидомолебедена. Ну, что мы можем отметить удивительного, что вот эти паттерны, шевроннообразные паттерны, они находятся в одном слое, и они смотрят в разные стороны, то есть они антипоролебны. Вот, то есть здесь явно находится у нас какой-то дефект, и причем, скорее всего, этот дефект представляет собой довольно четко выраженную какую-то линию. Вот, в отличие от предыдущих дефектов, в нашем случае домены должны быть расположены под углом 0 градусов друг к другу, то есть они должны быть симметричны. Вот, второй образец, который они исследовали, это был бислой с тесуфидомолебеденом, который они эксфолиировали из синтетического образца. Образование вообще всех дефектов можно объяснить существованием переходного состояния между 1H и 1Т фазой. Вот, это так называемая квадратная модификация десуфидомолебедена, как я его назвал. Вот, мы изучали... Давайте к концу, но все-таки я начал просто, у вас ни одного не было. Ну, я так думаю, что, может, и в халду не будет. Ну, в общем, существование этой фазы, значит, были рассчитаны потенциальные барьеры переходов между 1H и 1Т фазой. И существование этой фазы, оно позволяет сконструировать огромное количество дефектов, какие вы сами захотите. Значит, тут представлена картинка, модель протета, то есть релаксация вот этой фазы, она позволяет объяснить существование вообще всех дефектов. И существует еще куча других, очень много разных линейных черв.